Иногда бывает так, что вот ты едешь на машине, как раз сейчас будешь прогуливаться, и песня задает тебе тон. И в частности такая песенка прекрасная. Соглашайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым, соглашайся быть здоровым, будешь нашим корольком. И вы знаете, вот есть такое понятие право первородства. Право первородства, когда творец, сотворивший сына или дочь, будем так сказать, он вот все ей отдает по праву первородства. И вот это право первородства, еще в Библии там так сказано, что один брат у другого выманил хитростью. Так вот, это право первородства, быть счастливым, быть богатым, быть здоровым и успешным, есть у каждого человека. Просто мы отдали его, понимаете, отдали, бездарно отдали. И не понимаем, что мы отдали. И в результате с вами влачим жалкое существование. Добро здоровиться, с наступающим. Вот, и как говорят, как говорят, такая пословица есть, если хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь быть здоровым, будь им. То есть все в наших руках, все в наших руках. Ну, кое-какие вещи просто-напросто нельзя отдавать, нельзя. Вот это чувство, вот это первородство, вот это того, что у тебя возможности, ты наделен возможностями, которые тебе дал творец, сотворивший этот мир и тебя. Вот собачка беет ко мне. Ну, здравствуйте, здравствуйте, здорова, кто со мной, здоровается со мной. Терра, ну, давай, 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 давай. Знаете, почему я еще руку даю, чтобы не бояться. Я же такой бояка был, бояка был, собак боялся, что думал, а вдруг укусит. А теперь вот запасть. Хватай, ну, давай, 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 давай. Хе-хе, молодцы. Такое прекрасное настроение. Кстати, сегодня начался вообще удивительный день. Сегодня, завтра, послезавтра будет это. Смотрите, идет начало года. То есть энергетика пошла на подъем. То есть вот она мощная сейчас, сжатая, самая-самая, спрессованная. И она сейчас стремится, знаете, как можно сильнее расширяться. Вот так примерно говорю. Вот, то есть переход из сжатия идет в расширение, самый мощный, в годовом, в годовом цикле. Это именно мощный сейчас идет энергетический такой всплеск. И начало лунного месяца. То есть два цикла, космический такой большой, солнечный, наложился на лунный, маленький, месячный. И сейчас огромный, мощный толчок. То есть такие вещи бывают довольно-таки редко. Очень редко бывают, бывает, выпадают вот такая вот возможность. То есть космос дает нам возможность для чего-то. Эти возможности надо знать. Ах, как, как был кто там, Байрон, прав. Приливы есть во всех делах людских. И тот, кто их использует умело, преуспевает в замыслах своих. Вот только надо их знать. И в этом все и дело. Ох, мало людей как-то задумывается об этом. Но только те, которые вот действительно понимают, что такое первородство. Что ты, извините за выражение, не, ну ладно, не буду говорить, не кто-то там такой, какой-то там, об которого ноги вытирают. Это ты сам личность. Ты сам, понимаете, творец. Сам могешь и можешь. И хочется, и могется. И получается. Вот, вот, в этом-то настоящая творческая личность. Ай да день, ай да энергетика. О, как я ее почуял, а. Как я ее почуял. Как раз где-то в 8 часов с небольшим начался лунный цикл. Ну и вот эта вот энергетика пошла бурлить, бурлить. Если вы живете в согласии с ней, то вот у вас так и получается, что вы ее чувствуете. Кстати, обращайте, будь боди, да. Опять-таки, те же приметы. Приметы, они нам подсказывают, что, что, где, как и будет. Я вам рассказывал, что вот, ну это в конце года. То есть, когда еще не было зимнего солнцестояния. А перед ним женщина подарила мне кошелек. Как бы сказать, на путьстве такое. Пожелание от чистого сердца, что вот, чтобы у вас все было и так далее. А вот сейчас я как раз пошел на базарчик по заданию супруги. Потому что я в основном потребитель яиц куриных. Как качок. Чок-чок-чок. Вот я купил, значит, сколько там, это, два десятка, наверное, яиц. Или четыре десятка. Ну, короче, две упаковочки. Сколько там их я обычно так и беру. И потом ем. И я нашел пятачок. Пять рублей. То есть, это хороший знак. Так, все указывает нам на вот эти вот различные знаки. Такие, казалось бы, мелочи. Но, тем не менее, тем не менее, они указывают на то, что случится, что может случиться. Но это удивительные такие вещи. Ой, удивительные вещи. И вот я так чувствую, что я вот после Праги, потому что я назад летел. Опять-таки, ночь не спал. Прилетели одно дело в Праге во сколько-то у нас в 10 часов вечера был самолет. Или больше? Или в 10? Да, в 10. Вот прилетели. В 10 вылетели. И прилетели мы по нашему времени в 3.30. Сел я на машину свою, чернушку оставлял машину на стояночке. И на машине еще катил. И в 5.30 где-то, примерно так, или в 5, приехали домой. То есть, опять не спал целую, значит, ночь. Вот это вот как-то. Но уже вроде как легче перенеслось. Не так, знаете, остро навалилось, как вот эта первая ночь, когда туда летели. Но, тем не менее, отходил, отходил, отходил. Тоже так это потихоньку, полегоньку. Но, ну вот, вроде как отошел. Отошел, почувствовал, почувствовал. Ну, приливы есть во всех делах людских. А также в природе. В природе в первую очередь. Мы как частица природы воспринимаем эти ритмы. И раз отседлав их, мчимся. А кто не отседлал их, тот, наоборот, он может в них захлебнуться. Да, я как-то особо не рассказывал о праве первородства. Хотя я его давно уже так осознал. Что, понимаете, вот эта вот жизнь, которая тут у нас творится, она так закублена, закублена, так построена, понимаете, через пень-колоду, скажем так, мягко. Что это? Человек и не поймет, как тут что-то делать. Барахтается в ней и какое-то нищенское существование. Ну, не могу я так жить. Просто не могу, понимаете. Просто не могу я так жить. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Вот, то есть, жизнь вообще, это праздник. Вот праздник. И важно этот праздник не превратить в какую-то, знаете, вот тюрьму. С какими-то обязанностями, глупыми, нужными, понимаете, вот закабаленными. И человек не понимает, что ж такое, как же так, что жизнь становится вот каким-то таким безрадостным существованием. Вот. Можно поздороваться, но не будем отвлекать. Вот, помахал рукой. Никто меня не знает. Никто меня не любит. Но это не важно. Важно, чтобы ты сам себя полюбил. Полюбил. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим корольком. Если хочешь быть счастливым. Если хочешь быть богатым. Если хочешь быть здоровым. Если хочешь быть успешным. Так, становись им. Теперь смотрите, так сказать, лирическое выступление у нас закончилось. Доброе здоровье, все хорошо. Метры меряешь? Да, метры меряю.